Неделя спорта Данил Тукташев Заслуженный, не заслуженный? Я считаю, что все, кто прошли финалы, все заслуженные представители своих видов спорта Как думаете, у нас будет ли в следующем году, получается, в этом номинант, точнее не номинант, а победитель от номинации из другого вида спорта? Пока 2-0 в пользу мини-футбола Я думаю, есть представители других видов спорта, которые могут реально претендовать, чтобы подвинуть футболистов наших Посмотрим Ну вот сейчас как раз мы об этом поговорим В общем, какие виды спорта у нас будут в 2019 году, за кого мы будем болеть, кто у нас будет лучшим, на кого надеемся, на кого ставим В общем, все то, что нас ждет в 2019 году Ну, 2019 год для нас будет ярким, с нетерпением ждем выступления наших спортсменов Как на всероссийской арене, республиканской, так и на международной Так как в этом году в Красноярске пройдет Всемирное зимнее университет С нетерпением ждем результатов не только сборной России, но и представителей нашего университета На данный момент уже пять представителей отобрались Надеемся, что в число отобранных спортсменов попадут и наши лыжники Пожелаем удачи И надеемся на медали Всемирной зимней университеты Ну, если говорить о мероприятиях внутренних То есть у нас традиционно Зимой с февраля по марту пройдет спортивно-здоровительный выезд поезд здоровья На базе спортивного комплекса «Маяк» В феврале месяце у нас продолжится спорткеда годовая Среди студентов и аспирантов По тем же видам спорта Кроме этого, в феврале месяце студенческий спортивный клуб продолжит проведение Внутривузовского этапа чемпионата СССР по стритболу, по шахматам и настольному теннису Для того, чтобы отобраться на всероссийский финал Который в этом году, как вы уже знаете, пройдет в Казани в мае месяце Надеемся, что сильнейшие наши спортсмены проявят себя и добьются высоких результатов На данный момент, несмотря на сессию, наши спортсмены уже принимают участие Продолжают выступать буквально на днях у нас стартуют хоккеисты Продолжат играть чемпионат города Казани в второй круг С 18 по 20 января в набережной Челнах пройдет чемпионат Республики Тарстан по спортивным ориентированным Это мероприятие, чемпионат будет рассматриваться как подготовка к спартакиаде вузов Ну а самые серьезные для нас соревнования республиканские Это спартакиаде вузов У нас продолжится соревнования по улыжным гонкам, которые пройдутся в начале февраля Надеемся, что здесь мы будем в числе фаворитов Поговорим о хоккее То, что вот сейчас у нас возвращается чемпионат Казани И по словам организаторов единой хоккейной лиги, скоро стартуют уже и следующие игры этого чемпионата Примерно где-то конец января, начало февраля уже будут возвращаться команды в строй, получается, в турнир после успешной сданной сессии Какие планы на единую хоккейную лигу? Потому что, насколько я знаю, когда мы говорили, чемпионат Казани идет больше как обкатка для наших спортсменов Ну да, чемпионат города, он уже не первый год проходит в два круга И даты проведения более четкие На данный момент у нас сортовал второй круг Если говорить о единой хоккейной лиге, данный турнир в 2018 году стартовал впервые Очень долго, как говорится, запрягали Но радует то, что организаторы смогли именно запустить данную лигу Отрадно было видеть и слышать то, что под эгидой данной лиги создали три дивизиона Очень ценен для студентов именно вузов города Казани Это дивизион бакалавра студентов В рамках данного дивизиона проходит отбор на всероссийский финал Куда команда попадает напрямую То есть победитель данного дивизиона в 2019 году будет представить Татарстан в дивизионе бакалавра Ну вот интересная ситуация была в дивизионе студенты под конец 2018 года Матч с Павловской Академии спорта 4-1 Явный фаворит этого турнира, но мы смогли его обыграть Ну, с Павловской Академии всегда интересно играть Единственное, хотелось бы сразу сделать оговорку То есть Павловская Академия в данной лиге представляет именно вторым составом Так как основная команда, она заявлена в дивизионе магистр В высшем дивизионе всероссийской лиги Поэтому здесь второй состав Но второй состав это чисто теоретически В любом случае ребята подготовленные, ребята сыгранные Нелегко с ними играть, но отрадно, что мы наконец-то выиграли Академию Хорошо, поговорим теперь о студенческом спортивном клубе О нашем прошла информация, что Ренат Менгалеев теперь не является председателем Дальше развитие студенческого клуба, как у нас будет происходить? Ну, на данный момент я не владею такой информацией Эта информация была пропущена, но не так правильно В любом случае, просто так уйти с руководителя спортклуба нельзя В любом случае, если меняется руководитель спортклуба Должны быть конференции и выборы Поэтому, так как Ренат на год у нас избран Поэтому до осени, в принципе, у нас он остается руководителем Ну, то есть он потихонечку завершает свой, складывает свои полномочия Дальше кто? Приемник? Ну, приемник не знаю Какие кандидаты уже есть? Кто-то решать будет представитель спортклуба Мы туда не хотим, как бы, с своей кухни влезать В любом случае, актив спортклуба примет правильное решение И я думаю, следующий руководитель студенческого спортклуба Казанский Лубарс будет достоин И продолжит то направление, тот вектор, который задал именно Ренат Хорошо, теперь поговорим о чемпионате АССК Который в этом году пройдет на нашей земле, в Казани Насколько это удобно и насколько мы готовимся к этому чемпионату Потому что в прошлом году у нас поехала только женская половина От Республики Татарстан В этом году, я думаю, то что и парни должны защитить свои титулы Ну, в связи с тем, что у нас в этом году юбилейный год В нашем университете 215 Для нас будет, наверное, с одной стороны удобно То, что именно в Казани будет проходить И мы можем по максимуму сильнейших своих делегировать На отборочный этап А с другой стороны, своя земля, свои стены Я думаю, помогут ребятам И результаты будут выше Хорошо, поговорим теперь о работе с болельщиками В прошлом году начали развивать этот сегмент спорта Можно его так обозвать В этом году какие мероприятия, какие интерактивы планируются, не планируются? Ну, с болельщиками, то есть у нас в рамках мероприятий основных То есть и мини-футбол, и товарищеские игры с преподавателями То есть эта традиция у нас продолжится Надеюсь, что в рамках данной корпоративной культуры Работа с болельщиками продолжится И мы все-таки больше соберем болельщиков на наши мероприятия То, что касается республиканских соревнований Здесь, наверное, я бы разделил на две категории То есть удобное время, это когда играют наши волейболисты и баскетболисты И неудобное время, когда нам ставят хоккейную лигу или футбольную лигу В дневное время, когда большинство студентов у нас обучение Поэтому здесь открытый вопрос И вопрос это в первую очередь к организаторам Ну, слава богу, мы решаем эту проблему У нас появились теперь прямые трансляции Обязательно, зрители, подключайтесь В новом сезоне много новых трансляций будет Такая небольшая реклама О мероприятии, которые одно из самых рейтинговых В Казанском федеральном университете Спартакиада, профессорской преподавательской состава Спартакиада здоровья Среди работников Казанского федерального университета Стартует уже на следующей неделе В этом году соревнования пройдут Запланировано по семи видам спорта Ну, соревнования среди именно сотрудников И профессорской преподавательской состава Всегда вызывают большой интерес Очень оживленные Поэтому, в принципе, приглашаем болельщиков, студентов В свободное время посетить данное мероприятие Информация будет на сайте университета Даты и место проведения Ну, с чего начнется в этом году этот турнир? В этом году у нас начнется традиционное соревнование по настольному теннису Которое ставится 25 января КСК КФУ Уникс, зал номер 2 Здесь именно уже на протяжении многих лет Мы начинаем данные спартакиада именно с этого вида Каждый год на кафедры в институты приходят новые преподаватели Вот, может быть, как-то с ними пересекались Может быть, видите тех преподавателей, допустим, с Юрфака, с Мехмата Которые смогут навязать борьбу общей университетской кафедры физ. воспитания и спорт Которые всегда регулярно доминируют Ну, так нельзя сказать Есть у нас подразделения, которые регулярные Соперничают между собой Это и юридический факультет И набережный Челнинский институт Они всегда составляют конкуренцию Общей университетской кафедры Поэтому нельзя просто так говорить, что нет конкурентов Мы не говорим, что нет конкурентов Конкуренция есть всегда Конкуренция есть, но, к сожалению, у нас не так много приходит новых И в основном в спартакиаде принимают участие уже Те люди, которые ежегодно активно принимают участие Алексей Николаевич Ливанов был у меня сегодня в студии Большое спасибо, что пришли На этом все Программа наша подошла к концу Год мы начали Надеемся, мы его продолжим в таком же духе Все будет успешно, все будет хорошо, все будет замечательно И будет очень много побед И будет очень много красочных моментов Которые мы для вас будем каждую неделю показывать Меня зовут Роман Блинсков Вы смотрели программу неделя спорта Еще увидимся Пока-пока